Соблюдение прав на жилье, медицинское обеспечение, проблемы в сфере образования. Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе обозначил основные проблемы, с которыми жители региона обращались в прошлом году. Статистику обращений, а их в 2017 году было 239, а также пути решения проблем Римма Галушина озвучила в ежегодном докладе. Здоровье, безопасность, жилье, обеспечение доступным образованием. В докладе уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе отражена реализация прав детей в основных сферах их жизнедеятельности. Но, пожалуй, самые частые вопросы, которые задают детскому омбудсмену, жители региона, качество медицинского обслуживания. Так, по данным Римма Галушиной, в прошлом году в округе зарегистрировано семь случаев детской смертности, в том числе два новорожденных. По одному из них поступило обращение, проведена независимая экспертиза. В результате были выявлены нарушения в части неполного обследования приведения беременности со стороны района поликлиники, которые не повлияли на состояние здоровья женщины. И сделан вывод, что смерть плода можно считать непредотвратимой и независимой от действий медицинских работников. Кроме того, в прошлом году снизилась рождаемость. Так, в 2017 году в Ненецком округе появилось на свет 663 младенца. Это на 145 меньше, чем в 2016 году. Было проведено 193 аборта по личному желанию женщин. По мнению детского правозащитника, этот факт говорит о необходимости активизации работы психолога женской консультации. В округе зарегистрировано 34 правонарушения в отношении несовершеннолетних. Количество детей, склонных к суициду, осталось на уровне 2016 года и составляет 13 человек, четверо из которых состоят на учете врача-психиатра. Однако, по данным Следственного комитета, таких человек 9. Это значит, что не все подростки получили соответствующее медицинское сопровождение. Считаю необходимым разработать алгоритм взаимодействия между ОМВД, Департаментом здравоохранения и Департаментом образования с целью своевременной и полноценной помощи всем подросткам, совершившим суицидальную попытку. Родители детей, занимающихся в музыкальной школе, попросили пересмотреть льготы для отдельных категорий, потому что в перечень не попали малообеспеченные семьи, а для них оплата занятий бывает непосильной. Открытым остается вопрос ликвидации второй смены в окружных школах. Так, по закону, в учебных заведениях с углубленным изучением отдельных предметов, а таких школ в Наринмаре две, вторых смен быть не должно. Поэтому нужно уделить внимание вопросу строительства этих социально значимых объектов в городе. Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, требующих строительства, капитального ремонта, реконструкции, утвержден протоколом заседания межведомственной рабочей группы в июле 2017 года. Считаю, что данный перечень следует включить в региональный план десятилетия детства с указанием конкретных сроков исполнения. В 2017 году отмечен рост лишения родительских прав. Основная причина – алкоголизм. В два раза сократилось количество преступлений, совершенных подростками, краш и угонов транспортных средств. Но в части употребления алкоголя и наркотиков снижение правонарушений не отмечено. Поэтому детский правозащитник предлагает усилить профилактические мероприятия. В этом году для подростков, состоящих на учёте, планируется предусмотреть во второй половине дня профилактическую и социально-реабилитационную работу. Депутаты докладу полномоченного по правам ребёнка в Ненецком округе приняли к сведению. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ольга Русул, Вадим Носкин Корректор А.Егорова